Уже никакого тепла нет. Столбик термометра в квартире Татьяны Третьяковой не поднимается выше отметки в 12 градусов. Пенсионерка кутается в платки. При этом тепло в дом номер один по улице Набережная в селе Понино поступает без перебоев. Проблема в подвале, считают жильцы. Он залит канализационными стоками. Затоплен подвал на квартирном доме. Уровень воды уже достиг достаточно высоко. То есть доходит до электрощита, затопленной батареи, система отопления сама, входящая в дом. Соответственно, в квартирах холодно, батареи не отапливаются. И мы боимся, что уровень воды дойдет до электрощита, где-нибудь замкнет, и мы еще останемся без электричества. В этом доме 18 квартир. От влажности, жалуются жители, отходят обои. А неприятный запах канализации уже не выветривается из комнат. Сплю в влаге, иванизме, положишься спать, вся постель иванизме. Ладно, на улице днем находимся, а ночь ночевать? На улице ночевать. Почему квартплату, как люди не платят, которых мало имуще, сразу через суд срезают? А почему делать ремонт не делают? Такая ситуация здесь не первый год. Канализационные сети изношены. Из-за чего топит подвал не только этого дома. Однажды пострадал ипонинский детский дом. Ремонтным бригадам приходится работать почти каждый день. Мы выходили, колодцы переполнены. Ждем, конечно, надеемся, что все же у нас аквафонт что-нибудь сделает. Вот сегодня они работают там, сегодня они с колодца выкачивают. Но тут, конечно, у нас все же надеемся, что нам обещали в будущем году. У нас очистные сооружения как бы должны быть построены, должны быть. Ну, хотя бы деньги нам должны выделить. То есть на нас должны обратить внимание. В районной администрации рассказали, проект реконструкции, канализационно-насосной станции и очистных сооружений в Понино разработан и прошел государственную экспертизу. Но денег на его реализацию в муниципалитете нет, поэтому в районе надеются на федеральное и республиканское финансирование. Мы обратились в Министерство строительства для включения в один из проектов федерального уровня, либо республиканского уровня, которые на сегодняшний день имеются. Данный вопрос в Министерстве строительства был рассмотрен. Нам, нами был получен ответ, что наш объект планируется к включению, участии в федеральном проекте оздоровления Волги, который начнет действовать с 22-го года на территории Дмитрия. Пока что это все в проектах. Попадем мы в финансировании в 22-м или в 23-м году, мы сможем утверждать только, когда утвердят реализацию этой программы на территории республики. А пока жителям остается только надеяться на обслуживающую организацию. После визита нашей съемочной группы в Понино из подвала дома номер один по улице Набережной коммунальщики откачали всю воду. Анна Ковырзина, Василий Хохряков. Новости. Вы поедете туда, поснимаете, как они работают. А вы тут недалеко.